Вика попросилась посидеть на улице, посмотреть на закрытую бутылку пива и на то, как ты куришь. Я не курю. Всем привет, это мой новый влог. Теперь мы приехали отдыхать с моей дамой в Питер. Очень повезло, что у нас есть отличный друг Ян, который из квартиры, и надо брать деньги на жилье, поэтому мы можем потратить все деньги на еду и развлечения, но у нас их немного. У нас, короче, получился бартер, потому что Ян будет жить в моей квартире, ну а я буду жить в его квартире, и, соответственно, да, за жилье мы не платим. Будем стараться снимать интересные какие-то моменты, мы, конечно, хер знает, что тут делать, потому что мы особо ничего не знаем, вообще ничего не знаем. Я могу только показать, где я служил, но где у меня была учебка, короче, потому что 5 месяцев в Питере я сначала служил в Питере, была учебка. Вот покажу вам свою часть на Васильском острове, если кому интересно. Вообще как-то непривычно снимать адекватные влоги с Викой, потому что я привык снимать какую-нибудь дичь там с Козином и пацанами, так что хрен знает, насколько весело это получится, в отличие от предыдущих. Фотки мне сделает, много фото. Короче, наконец-то мы вышли на какие-то красивые улицы Питера, набережная, все дела. Все, кто был в Питере, видел эти места, и особо вас этим не удивишь. В принципе, пока я не начну пухать, я думаю, интересного я ничего не сниму, так что пока такие промежуточные кадры, но со временем все появится. Буквально четыре с половиной года назад по этим улицам я ходил с троем, точнее не с троем, а в составе своей роты, не мог сделать там ни шага вправо, ни шага влево, а сейчас вот я иду, что хочу, то и делаю. Помню, что я прям очень сильно мечтал об этом, приехать сюда свободным человеком, походить по этим улицам, посмотреть на них. Помню, идешь с троем, смотришь на всех этих людей, думаешь, блин, как вам повезло, вы свободные, что хотите, то и делаете. А я тут как бы просто идем троечками и все, и ни шага вправо, ни шага влево. Ничего не можешь остановиться, посмотреть или еще что-то там сфоткаться, потому что у тебя даже мобилы нет. Смотрите, как интересно, можно прям зайти в водичку, искупаться. Она же соленая, Вик? Нет, не море. А это Нева, да? Да, это не море. Просто такой запах, как будто морской почему-то. Попробую на вкус. Давай. Я, блядь, в тот раз не зря плевал 3 дня, когда Кьяна приездил. Короче, мы пришли на то место, где я служил в срочку, а конкретно в мою учебку. Вот в заточении именно здесь я был 5 медицин. В принципе, было прикольно. Раньше вот такого забора глухого не было, и можно было вообще посмотреть, что там внутри, что там дальше. А сейчас как бы вот, единственное, что вы можете увидеть, это вот этот вот, короче, вот этот вот забор. А так вообще было прикольно. Здесь присмотреться, вы можете увидеть пацанчика, который в наряде стоят. Я конкретно в этом наряде не стоял, я вообще не помню, стояли у нас здесь или нет. Но вот у них пацанчики что-то там стоят, смотрят. Первый наш человек прием пищи. Выглядит вот так. Дрен его знает, но, по-моему, это похоже на культовые дворы колодца, о которых мне все рассказывали. А может, и не колодца. Короче, мы сейчас на Васильском острове вот забрели в такую движ. Будем надеяться, что тут снимался фильм «Брат». Да, крыса? Здесь какой-то интересный подъезд похвал. Ну что, куда дальше пойдем? На площадь. Да? Какая-то площадь. Может, я на фоне мусорки сфоткать, а? Все, ладно, let's go. Короче, Вик меня привела в какое-то, типа, вроде как прикольное место, она говорит. Как называется? Ну, ни хрена не слышно. Так что сегодня мы будем с ЛПС-кой. Ты когда раньше не понимал, зачем люди хавают вот эти сладкие всякие булки с кофе за, скажем так, ну, не две копейки. Сейчас вроде как-то поел, когда у тебя деньги есть, но как-то вроде и насрать. Это я, можно сказать, повеёбался. На самом деле нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сальтух? Сальтух? Давай, делай сальтуху. Да? Сальтух. Сальтух. Надо оттуда. Что-то хуято. Ну, давай уже. Но я если потом курок не сделаю, то у меня тоже. А если сломаешь себе ноги, то твои проблемы. Мальчик, слушай, маму, тогда сгибай. Блядь, может, тогда слезешь уже, не позорься. Ну, тобой уже все посмеялись. Ой, как круто. Там чайки. Вика привела меня на лахту. Я не знаю, что такое лахта, но тут есть вот такие вот виды. Вот гуляем как будто прям и не в Питере даже, а где-то на море. Финский залив. Короче, Вика меня заставила на катапульте кататься. Это вот такая вот штука. Где она? Вот типа с такой рогатки тебя зашвыривают. Сейчас все увидится. Снимай еще. Сумасшедший, который ходит и хочет на катапульте. Этого рогатки тебя заставляет. Когда лахта на катап而я и построила его базара, У меня всеît. Наверное, конфликтивное они просто внешние и прямо Los малых силам. Вяческий залив. короче мне принцип понравилось я бы еще катался с первого раза непонятно мне кажется на второй раз там конкретно можно обосраться а первое на такое не я уже сижу такое выживание шибли еще туда пульнет я думаю я сейчас за руль за рубля пуля этот еще стремненько постой как тебя пульнула типа вниз вниз до стремней короче всем советую в парк в питере сгонять вообще прикольно чем еще на горках американских покатаемся если они обосрусь тут есть кое-что просто не вебическое ну да ну чё здесь короче век захотела на американские горки я отказываюсь век понравились горки хочет еще ваше впечатление чё ты мышь не экстремалка что ли на сноуборде скатаясь у нас слюнки вытекают я просто смотрю у тебя то ли сопли то ли слюни по всей морде я тебя смотрю ты просто я не могла по другому я боялась глаза открыть а молодец хоть не застала сейчас пойдем вон туда давай век вдвоем не страшно это еще жесткая вещь конечно мне кажется даже один застал сколько пиво не стоит но не вижу никаких преград купить такой сливочный пиво короче мы только что залезли на крышу за 440 рублей я там поснимал некоторые кадры я думаю вы увидите в принципе офигительная задумка брать бабки за то что ты пускаешь людей на крышу купили пиво кстати забыл заснять точнее сида в общем-то прикольная тема первое такое короче чисто питерское место которое мы в этот раз вообще посетили да все что было до этого было слишком как-то обыкновенно что ли короче то же самое здание тут еще можно похавать я думаю сейчас я куплю себе какую-нибудь шаурму или что-нибудь в этом роде можно разноцветную шаловку выбрать сейчас секундочку вот короче все на веселе все на позитиве я надеюсь еда у них такая же вкусная как они об этом заявляют короче будем есть барбекю шаурму с арбузным сидром с арбузным и с дыней так что придется тебе сидр пить понятно крыша все снимаешь короче сидр дыня арбуз вообще тема офигенная если где-то увидеть прям советую взять потому что реально вкусно алкашка вообще почти не чувствуется 4,5 градуса сейчас мы тут с козьим обожрались бы как свиньи а ты долбоёб надо как-нибудь сюда съездить шавуха стоит кстати 220 рублей типа большая в принципе все дороже ой все дешевле можно сказать чем у нас ну как слову мне кажется что барбекю хаяш какой-то мне вкусно да? пока не понятно может и нормально давай сниму не ну соус нормальный кстати нужен хованский сего шаверма патрулем шаверма хуём бля интересно у него есть выпуск про вот это место? вряд ли чего вы боитесь? блядь хочу сделать что-то наподобие стрекосата но не стрекосата как сальт с одной ноги грубо говоря ссык на пипец не делал 150 лет бля ну если не сделаю то ну короче мне будет не по себе мне надо короче это сделать иначе будет неприятно ссык на пипец сейчас сначала просто закину сейчас просто не делаю теперь что касаться даже не смогла досмотреть со мной кино ну а я смотрю кино и пью пиво что может быть что лучше для завершения насыщенного дня всем пока ну а